Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала! Вы на семейно-творческом канале, с вами Лёля Рукодельница. Ну что, вот и пришло, наверное, нам с вами нарядить нашу рукодельную ёлочку. У меня уже подготовлена моя коробочка с игрушками, которые я достаю в предновогодние праздники. И ёлочка. Ну, ёлочку вы увидите чуть позже, а сейчас вы полюбуетесь на мою волшебную коробочку. Оформлена она процессом от набора чудесная игла. Отшивала я её в том году. Вот такая замечательная крышка от коробочки. Коробочку я всегда ставлю на полочку, и она у меня также красуется все новогодние праздники. Поднимем себе предновогоднее настроение. Я себе и вам тоже, может быть, и создам в своей спальне предновогоднюю уютную атмосферу. Ну, а чуть позже мы обязательно будем наряжать ёлку в комнате девочек. Она у них большая, до потолка, как они любят. Но у меня такая скромненькая пока ещё ёлочка. Маленькая, которую я купила два года назад в фикс-прайсе за 199 рублей. Вот она уже два года мне служит. Ёлочка действительно хорошенькая, но пока у меня немного игрушек, мне её хватает. Но в дальнейшем я задумываюсь также купить более большую ёлку. Я выключила вспышку, чтобы создать более такой вечерний антураж. У меня горит лампа, которая вот такими разными цветами отсвечивает. Она ещё крутится, но я её поставила на паузу, чтобы у нас с вами на видео не закружилась голова. Ну, и вот она сама моя такая небольшая ёлочка. Она, наверное, где-то может быть метр в высоту. Такой дохлик. Но сойдёт, девчонки. Я очень люблю, когда на ёлке висит дождик. Не знаю, у меня это ассоциируется с ёлкой с детства. Дождик, мишура всегда наряжали в наше время. Именно дождиком очень много было мишуры. Серпантин висел. И я всегда свою ёлку тоже наряжаю дождиком обязательно. Но сначала мы, наверное, с вами нарядим гирлянду цветную, потом дождик и уже будем развешивать под какую-нибудь прекрасную новогоднюю музыку игрушки. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»